Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiromarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы, конечно, обсудим победу Байдена. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ваши вопросы оставляйте обязательно в комментариях. Ну вот, на выходных все-таки решилась предвыборная гонка, теперь мы знаем, что Байден будет новым президентом. Конечно, есть определенные сложности, которые у него с этим могут возникнуть, это непринятие Трампом данных выборов, его оспаривание. Конечно, об этом мы можем узнать в ближайшие пару недель, как это будет происходить. Но с точки зрения текущей ситуации мы видим, что индекс S&P 500 открылся в понедельник в положительной зоне, рост продолжается. И мы находимся буквально в одном проценте от локальных максимумов, поэтому пока можем делать вывод, что рынки воспринимают его победу позитивно. Ну а будет ли еще одна волна коррекции, об этом мы, конечно, узнаем уже позже. Уже ряд ключевых лидеров компаний, таких как Джефф Безос, Билл Гейтс, уже поздравили Байдена с победой. В данном случае мы можем говорить о том, что они в этом отношении рады победы Байдена, потому что в связи с теми разногласиями, которые у них были с Трампом, они видят для себя и, в первую очередь, для своих компаний перспективу. Поздравил Байдена Билл Гейтс, также Джефф Безос и также глава ЦИСКа Чак Роббинс. Все делают это теперь через Твиттер, это новый способ как раз донесения информации. В данном случае важно также понимать, как будет двигаться дальнейшая ситуация. Сейчас, с точки зрения макроэкономических данных, мы видим улучшение в плане безработицы, создаются новые рабочие места, несмотря на то, что коронавирус продолжает новое распространение. А вот Байден как раз был за более жесткие ограничительные меры и, возможно, что, как одно из обещаний, которые он давал, это сделать все возможное по борьбе с коронавирусом, но, собственно, что, по его мнению, не сделал Трамп, вполне может привести к новым локдаунам и, конечно, это будет нехорошо уже для экономики. Пока мы видим в этом отношении позитив. Ну и как раз вот те данные, которые были на прошлой неделе, я предлагаю их быстро как раз рассмотреть, для того, чтобы как раз понять, что происходит. С точки зрения уровня безработицы мы видим снижение, то есть, фактически, прогноз на прошлую пятницу был 8,2, вышло 6,9. То есть, мы видим, что безработица планомерно, начиная с апреля, снижается. То есть, отметки 14,7 до уровня 6,9 мы сейчас опустились. Ну и я напомню, что историческое значение, то есть, те, которые мы видели там последние несколько лет, это уровень 3,5-3,8 процентов безработицы. То есть, ну мы видим, что тренд как раз в этом направлении движется. Поэтому это, безусловно, также позитив для рынка. Ну и новые рабочие места также продолжают создаваться. В прошлом месяце было создано 638 рабочих мест против прогноза на снижение, которое было, опять же, связано с распространением коронавируса. И здесь мы тоже видим определенное улучшение, которое говорит о том, что экономика постепенно как раз выходит из кризиса. Но, как я уже сказал, вероятность повторных локдаунов, она, конечно, на это может отразиться. А как будет действовать Байден? Какие сегменты развития он для себя выберет? Мы обязательно будем это обсуждать далее, так как это, ну скажем так, длинный тренд на ближайшие 4 года. Поэтому пока дождемся, что он въедет в Белый дом все-таки. И тогда уже будем разбирать эту ситуацию дальше. Ну а с точки зрения S&P 500, то есть, как я уже сказал в самом начале, рынки открылись позитивно. Закрылась пятница тоже в положительной зоне. Поэтому, фактически, мы продолжение восходящей формации здесь видим довольно-таки явно. Фактически, сейчас основная цель это уйти выше отметки максимальных значений, которые мы видели в начале сентября. По S&P 500 это был уровень в районе 3570, соответственно, здесь 3585 даже по максимальным значениям. Соответственно, если S&P уходит выше данных ценных значений, мы видим новые старички максимум, то, соответственно, позитив, конечно, на этом сохраняется. Но еще одну волну коррекции, конечно, мы не исключаем. Мы ее вполне можем увидеть. И тогда уже подбирать там области 3.250, 3.200 уже будет, конечно, гораздо более интересно. Но пока рынок воспринимает эту, конечно, ситуацию позитивно. С точки зрения других инструментов, фактически, тенденция не поменялась. Мы продолжаем двигаться ровно в тех же направлениях, которые мы и видели. И давайте посмотрим из евро-доллара. Соответственно, начнем мы с данной валюты. По евро-доллару мы видим обновление локальных максимумов. То есть мы видим уже торговые всегда выше максимальные значения, которые были сформированы в октябре. Соответственно, следующая цель и уход выше максимум, которые были в июле сформированы в области 1.20. То есть пока евро туда и стремится. Опять же, заходить сейчас на продолжение роста довольно-таки опасно, потому что коррекция здесь может все-таки последовать. Поэтому я для себя все-таки буду придерживаться сценария. Буду ждать коррекции и на коррекциях уже также буду заходить. Так как пока тренд, восходящий на укрепление евро против американского доллара, пока остается. По британской валюте также мало что поменялось, конечно, с пятницы. Мы видим, что сегодня, опять же, торгуемся на локальных максимумов. Вполне вероятно, может здесь последовать и коррекция. Поэтому здесь тоже с текущих уровней заходить не самая комфортная ситуация. Поэтому будем ждать коррекции. Тогда уже искать точки для присоединения. По паре американский доллар, канадский доллар обновили минимальное значение за последние полтора месяца. Сейчас подходим к минимальным значениям, которые мы видели в начале сентября. Но, собственно, цель уже по данному нисходящему движению здесь реализована. Вполне вероятно, что вблизи этих уровней мы можем ожидать коррекцию. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Потому что, конечно, вся эта эйфория может несколько подумерить пыл тех трендов, которые сейчас на рынке сохраняются. Поэтому ждем, ждем, как себя цена будет вести вблизи этих уровней. Опять же, продавать по самым минимальным значениям не самая разумная ситуация в текущий момент времени. Пара американский доллар, японская иена. Вот тут тренд продолжает набирать обороты. Собственно, в последние несколько торговых сессий мы видели вновь локальный минимум. То есть сейчас мы торгуемся уже в области минимальных значений, которые мы видели в конце февраля. И вот эта тенденция по нисходящему движению по паре американский доллар, японская иена сохраняется. Опять же, торгуемся довольно-таки низко. Не самый оптимальный уровень для захода. Поэтому здесь стратегия лично меня будет именно ждать. По австралийцу. Также австралийцы сейчас торгуются выше уже локальных максимумов, которые были в октябре. Цель и рост это обновление локальных максимумов, которые мы видели в начале июля и в конце июля, прошу прощения. И, соответственно, уход выше отметки 75 уже даст предпосылки на продолжение дальнейшего восходящего движения. Даже чуть поменьше, не 75. Давайте сейчас более точно посмотрим. 74.10. Уход выше данных уровней также сохранит данный восходящий формат. Вообще мы видим по ряду инструментов. То есть, да, с одной стороны, тренд он сохраняется, но мы больше в таком боковике. И фактически от того, сможем ли мы обновить локальный максимум или локальный минимум, ну, локальный минимум по американскому доллару, то, соответственно, от этого будет зависеть и дальнейшее направление движения. Пара новозеландский доллар, американский доллар. Здесь также продолжается рост. Вот здесь мы уже торгуемся на локальных максимумах, на исторических максимумах, то есть за последние несколько лет. Соответственно, по новозеландцу уже цель движения уже, ну, фактически была реализована. Поэтому здесь мы ждем как раз завершения данного импульса роста, затем коррекцию. На коррекцию тоже я буду для себя подбирать. Золото обновил локальный максимум начиная с октября. Сейчас торгуемся по 1958 долларов за тройскую унцию. Тенденция восходящая здесь сохраняется, что мы видим также и с часового таймфрейма. Поэтому пока мы живем в период нулевых ставок, золото будет иметь определенный спрос. Конечно, сейчас больше и больше инвесторов возвращаются все-таки на фондовый рынок. И я думаю, что этот нет сохранится до конца года. Поэтому вполне вероятно, что ралли по фондовому рынку здесь мы можем ожидать. И, соответственно, здесь нам нужно будет тоже учесть ситуацию, при которой в этом случае золото будет использоваться меньшим спросом. Соответственно, здесь уже это нужно брать в расчет. Конечно, вряд ли мы сможем видеть в ближайшее время такого же стремительного роста, который был в июле. С движением выше 2100 долларов за тройскую унцию. Но на перспективе несколько месяцев, год, вполне вероятно, планомерно золото туда может прийти. Индекс DAX очень тоже быстро восстановился. С тех минимальных значений, которые мы видели как раз в конце октября. Собственно, движение восходящее продолжается. Но доллар как максимум еще далековато, в отличие от S&P 500. Поэтому потенциал восходящего движения здесь довольно-таки сильный. Он сохраняется, но в любом случае лучше ждать коррекции и непосредственно с них заходить. Ну и вот как раз индекс S&P 500, то, что мы начали говорить в начале. S&P стоит в области максимальных значений, которые мы видели в области исторических максимумов. Остается совсем чуть-чуть до обновления максимальных значений, которые были в начале сентября. Поэтому здесь тоже важно еще раз, если S&P сможет закрепиться выше максимумов исторических, то в этом случае уже продолжение роста мы можем увидеть. Но вполне вероятно, что здесь может последовательность и коррекция. Потому что, опять же, не совсем понятно, как Трамп воспримет текущую ситуацию. Будут ли какие-то движения в его сторону. Хотя он заявлял, что он не принимает результаты выборов. И, вероятно, будет обращаться в Верховный суд. И начнется, возможно, будет пересчет. То есть, очень много вещей, которые еще пока не ясны. То есть, пока Трамп все еще остается в Белом доме. Вот эти риски здесь тоже нужно учитывать. Поэтому, в любом случае, покупать сейчас не самое разумное. Если уж мы двинемся на новый локальный максимум, мы идем выше отметки 3600, тогда, конечно, какие-то части, небольшие позиции можно будет заходить. Но я все-таки для себя буду ждать коррекции, заходить непосредственно на коррекциях. Ну и нефть немного опустилась в конце прошлой недели. Собственно, в пятницу мы видели, в четверг и пятницу мы видели нисходящее движение. Но сейчас нефть пытается восстановиться. Сегодня с утра котировки уже торгуются вблизи локальных максимум пятницы. Если мы уходим выше отметки 40-42 по CFD на нефть марки Brent, то, вероятно, восстановительное восходящее движение здесь уже будет продолжаться. Поэтому за нефтью тоже продолжаем следить. Ну что ж, решилось, практически решилось, да, скажем так, на 99% интрига этого года. Кто же станет президентом? Выбранным президентом стал Байден. Но Трамп, как он говорит, так просто не сдастся. Поэтому посмотрим, как это будет происходить. Вполне вероятно, что в ближайший месяц у нас будет еще некая неопределенность на рынке. Да, мы можем увидеть и повышенную волатильность. Поэтому обязательно за этим продолжим следить и искать те возможности, которые для нас могут быть интересными. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Мы с вами увидимся в среду и уже продолжим разбирать, как же рынок реагирует на первые несколько дней после победы Байдена. Всем спасибо за внимание и до свидания.